Памятник Нерождённым Младенцам Откуда родилась такая именно идея? Ведь у нас много памятников в Краснодаре, на Кубани. По всей России сегодня ширится это движение, сооружать памятники на разную тематику, разным сюжетам посвященные. Откуда вот такое? Вы правы, что сегодня сооружается не только в столицах, в различных городах Кубани, да и многих других городов, все различные памятники. Это и памятник кошельку, собачке, кошечку, отдыхающему, кому только нет. А вот памяти тем, которых убивают в утробах матери, об этом мы, к сожалению, очень редко говорим, откровенно. Тема очень серьезная, о теме прерывания беременности. Вот памятник убиенным младенцам, загубленных в утробах матерей, этого памятника нет. А ведь в России по официальной статистике 1 миллион 200 абортов производится в год. Это по официальной статистике. А по неофициальной от 5 до 12 миллионов. И нет памяти погибшим в утробах матерей невинным младенцам. Вот и пришла мысль сооружения такого памятника, который будет, во-первых, включать в себя три важных смысла. Первый из которых – это напоминание тем женщинам и мужчинам, которые разделяют ответственность за произведение этого детоубийства, о совершенном грехе. И вторая смысловая, очень важная мысль этого памятника заключается в том, чтобы молодежь, которая сегодня только создает семьи или уже начинает в них жить, ни в коем случае не делали этой ошибки, которая прежде всего вопиет к небу об отмщении, потому что Бог дал заповедь – не убей. И раньше наши предки благочестивые свято сохраняли эту заповедь и рождали 5, 7, 10, 12, 15. Достаточно вспомнить эпистемию Степанову, которая у нас на Кубани воспитала 9 защитников Родины, 9 героев Советского Союза, которые действительно защищали ценой своей жизни наше дорогое Отечество. Но не надо забывать, что у нее было 15 детей. Отец умер с голода, охраняя зернохранилище. И мама сама воспитывала 15 детей, 9 из которых – герои. Так значит, люди боялись Бога убивать в утробах своих детей невинных, нерожденных. Это было просто Божьим благословением рожать, невзирая на войну, на трудные жизненные обстоятельства. Это сегодня, при нынешней изобильной жизни, люди говорят, что куда же одного-двух достаточно. Ведь приводится такая статистика, относительно которой в Краснодарском крае живет 70% семей, у которых один ребенок – это всегда эгоист, это всегда себелюбец, это все для него. А в многодетных семьях, которые всегда воспитывались на братолюбии, на помощи, поддержке друг другу, сегодня все большая проблема вырастает в качестве демографического отношения. И почему мы удивляемся, что наши мигранты, соседние республики рожают по 8-12 детей, а если мы будем рожать по одному, убивая своих детей в утробах, то какая перспектива? Безусловно. И поэтому то, что нас сегодня удивляет в миграционной политике, это результат нашего собственного греха. Если бы, как это было в России, рожали женщины детей, и кто-то скажет, вот были бы такие экономические условия. Да, если мы посмотрим и в войну, а если в первые времена христианской церкви – это гонение Нерона, когда христиан к львам. Из христиан делали целые сады Нерона, привязывали к столбам, смолили, поджигали. Тем не менее, София смогла воспитать веру, надежду и любовь для царства Бога. Люди понимали, что то, что Бог давал, убивать нельзя. Это сегодня, когда попраны нравственные заповеди Бога. Люди считают, что раз это мое, могу убить, могу совершить аборт. Я вспоминаю слова Александрийского патриарха, который до революции проехал через всю Россию, на границе сказал, «Я был потрясен не количеством церквей и монастырей в России, а количеством детишек. И мне показалось, что русская женщина рождает не один, а два раза в год». Так много было в России детей. Сегодня ситуация поменялась, сегодня демографический кризис, сегодня растет число гражданских браков. Это блудное сожительство, в результате которого только растет число прерывания беременности. И задача обратить внимание общества на эту трагедию, которая не продолжает род, будущее, будущее поколение, а приводит к самоуничтожению такого народа. Вы посмотрите, что делается в Европе. Ведь там пошли совсем другими так называемыми ценностями, там уже вообще отказались от института семьи, создают совершенно чуждые, нетрадиционные браки. Это путь вымирания. А Россия призвана для того, чтобы быть созидающей, то есть тем сегодняшним форпостом для всех стран мира, по ограждению от безнравственности, распущенности, от тех деградаций, которые сегодня насаждаются в обществе. И поэтому третьей задачей является обращение внимания на важность духовного понимания продолжения рода человеческого. И обсуждая тему сооружения памятника, мы должны поговорить не столько даже о вреде абортов, сколько о пользе беременности. Ведь женщина создана для того, чтобы быть матерью, чтобы рожать детишек, не убивать, потому что на крови детей нельзя быть счастливым. И если еще Лев Николаевич Толстой говорил, тот, кто ищет в браке только удовольствие, тот никогда не будет счастлив. Мы должны искать в браке возможность пожертвовать собой ради кого? Ради супруги, ради детей. Отдавая себя, свою любовь мы созидаем. Забирая или становясь эгоистичными, мы лишаемся и любви, семьи и верности. Вот почему так важно возродить эти праздники, события, которые напоминают о ценности семьи. Вот сколько смысла включает сооружение этого памятника? Вот, батюшка, как раз о смысле самого памятника. Когда я услышал от вас об этой идее создания этого памятника, я вот думал, а как можно воплотить в материале вот то, чего нет, нерожденный младенец, что это такое? И потом понял, что этот вопрос, в общем-то, упирается в нашу идеологию церковную, христианскую идеологию, по сути дела, в то, что на самом деле человек уже есть, на самом деле. Он уже... Уже при зачатии, уже человек. И тогда вот как бы открывается и смысл, появляется идея, наверное, этого памятника. Вы знаете, очень интересная история самого сооружения этого предложения, как композиции. Автор этой композиции Ольга Федоровна Яковлева, член Союза художников, которая уже не первый предлагает вариант этого памятника, но путем внимательного изучения в Центре за жизнь нерожденных младенцев мы остановились именно на этом проекте. Ангел, который нам напоминает того ангела, которого мы видим даже на открытках, поздравляя друг друга с Днем Ангела, он православный, изображенный, на левой руке держит нерожденного младенца, абортированного малыша. В правой руке он держит крест и осеняет этим крестом малыша, не появившегося на свет, как бы уже благословляя его. Малыш взирает на те свои страдания, которые он еще не родившись претерпел, но небо не оставляет загубленной души. И это напоминание о том, что каждый из нас должен задуматься, что каждый из нас должен понять, что убивать детей нельзя. Бог дает детей, даст и на детей. И никогда не надо думать, что он кого-то объест или у кого-то отнимет какие-то материальные блага, будет претендентом на свободное время. Да может быть он и станет тем, кто подаст стакан холодной воды к нашему смертному адру. Сколько людей этого не понимают. И, к сожалению, сегодня среди молодежи насаждается этот образ жизни, когда мы слышим и в песнях, и во всевозможных предложениях «Играть в любовь». «Поиграй со мной в любовь». Но, к сожалению, нашей молодежи не рассказывают, что в результате этих игр появляются совсем не игрушечные, а настоящие дети. Вот поэтому напомнить о пользе беременности, о недопустимости абортов и о покаянии тем, кто уже совершил эту ошибку и заключает смысл сооружения этого памятника. Нужно сказать, что он был показан нашему митрополиту, владыка одобрил и благословил его. А сооружение этого памятника согласовано с нашей администрацией края. И мне бы хотелось обратить ваше внимание и внимание всех, кто сегодня смотрит нас на те удивительные по смыслу слова. Они даже написаны на постаменте в стихах. «Я ребенок, не родившийся на свет. Я безродная душа по кличке «нет». Я колючий холодок в душе врача. Узелок людьми, разрубленный с плеча. Пусть же будет вам легко отец и мать Жить, как все, и ни о чем не вспоминать. Все равно я вас люблю сильнее всех, даже если вы забыли этот грех». Вот такие проникновенные слова планируется написать на постаменте этого памятника нерожденным младенцам. Планируется, что сам постамент будет 2 метра и 2 метра будет сам ангел. А где это будет? В районе перинатального центра, но еще место до конца не определено. Отец Александр, а средства на сооружение этого памятника есть? Откуда они берутся-то? Как и у любого начинающегося дела, конечно же, нет средств. Но мне памятны слова патриарха нашего московского вестья Руси Кирилла, который однажды удивительно точно сказал, «Никогда не спрашивайте, где взять деньги. Если дело Божие, Бог даст». И мы чувствуем, что обратить внимание на недопустимость прерывания беременности, на важность деторождения и на пользу беременности, это важный вопрос, в том числе и на современном этапе нашей Церкви. И средства на сооружение этого памятника, я думаю, Бог даст. И мы приняли решение, одно из основных, чтобы в сооружении этого памятника не было ни одного бюджетного рубля. На него нужно собирать только народные пожертвования. Если те, кто уже сделал эту ошибку и осознает, и захочет что-нибудь сделать во искупление, чтобы другого остановить. Ведь как пишет апостол Иаков, «Если кто отвратит грешника от ложного пути его, спасет душу от смерти и покроет множество грехов». Вот если мы сделали какие-то грехи, то нужны плоды покаяния. Покайтесь и принесите плоды покаяния. Вот всенародное собирание на сооружение такого памятника, пусть это будет совершенно незначительное лепто, но, как раньше говорили, «С миру по нитке» или «Порублю на доброе дело» оно не останется без сооружения. Мне хотелось бы предложить, чтобы такие памятники появлялись как в можно большем количестве городов, сел и деревень. Потому что это проблема не только Краснодарского края. Это проблема всей России и ее демографии. Ведь если мы не уделим этому вопросу внимания, то мы очень скоро просто исчезнем. И мне бы хотелось в завершении этого полезного и, на мой взгляд, очень важного разговора привести слова Священного Писания, где Господь открывает нам два пути и говорит, «Два пути предложил я тебе, благословение и проклятие, жизнь и смерть. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». Давайте изберем жизнь, давайте рожать детишек. Я для позитивного примера хочу поставить точечку очень прекрасным примером, который пусть будет инициативой для других территорий нашей страны. После Пасхи Христовой в городе Краснодаре усилием медиков, волонтеров, священников, работников СМИ была проведена неделя без абортов. И только в результате этой недели, в процессе беседы с женщинами, которые хотели совершить этот грех, отказавшись от него, родилось 338 кубанских детишек. Вот если эта неделя превратится в год, а может быть и вообще мы откажемся от этой смертоносной, как для матери, для отца, для России, страшной операции аборта, то у нас будет больше наших прекрасных русских детей, которых так сегодня не хватает нашей России. И вот поэтому пусть этот памятник все-таки будет сооружен, и я верю, что с Божьей помощью мы его обязательно соорудим и пригласим ваш телеканал на его освещение. Спасибо большое, отец Александр. Но я думаю, наши зрители будут интересовать, куда можно принести свои денежки. Прежде всего, хотелось бы указать телефон, который сейчас на экране, позвонив по которому, разъяснят и расскажут более подробные цифры счета. Ну уже можно это? Конечно можно. Владыка наш митрополит уже благословил Центру за жизнь рожденных младенцев при нашем храме собирать пожертвования для сооружения этого памятника с пометкой на счет для памятника ангел неродившихся детей. Спасибо большое за рассказ, за нашу встречу. Я думаю, что мы еще не раз с отцом Александром увидимся в нашей студии. До свидания. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok